Каждый год в Республике Беларусь под колеса автомобилей попадают сотни ребят. В большинстве случаев виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся сами дети. Причины просты. Дети очень возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны. Они не умеют предвидеть опасности, правильно оценивать расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость и свои возможности. И это особенности возраста. Правила дорожного движения – закон дороги. Их знания и соблюдения обязательны. Об этом и поговорим. Рассмотрим наиболее типичные ситуации на дороге и дадим советы, как подготовиться к самостоятельному и безопасному участию в дорожном движении. Как же правильно вести себя на дороге? На перекрестках переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Там, где он, конечно, есть, и по пешеходным переходам. На перекрестке установлено несколько светофоров. Смотрим на светофор, который находится на противоположной стороне, там, куда мы собираемся переходить. Зажегся зеленый свет. Идем не сразу, а лишь убедившись, что машины успели остановиться и путь свободен. Если вы не успели перейти проезжую часть и загорелся красный либо желтый сигнал светофора, не следует волноваться. Закончить переход можно. Другое дело, когда вы подходите к середине дороги, на которой есть островок безопасности. В таком случае остановимся на середине, на островке безопасности, и подождем, когда опять загорится зеленый, разрешающий сигнал светофора. И только после этого закончим переход дороги. И еще одно правило. Намигающий зеленый сигнал светофора выходить на дорогу запрещено. Как вести себя, если на пешеходном переходе нет светофора? Подойдем к переходу и обязательно остановимся. Посмотрим налево и убедимся, что машин нет или водитель остановил автомобиль и пропускает пешеходов. Только после этого начнем переходить дорогу. Дойдя до середины проезжей части, мы должны опять убедиться, что теперь уже с правой стороны машин нет. А если и есть, то также пропускают пешеходов. Не забывайте, что в одном направлении транспорт может двигаться в несколько рядов. И из-за остановившегося у края проезжей части автомобиля может выехать другой. Страшновато переходить улицу одному? Попросим кого-нибудь из взрослых перевезти. Или дождемся, пока взрослый станет переходить дорогу. И идем рядом с ним. При переходе улицы будем предельно внимательны. Прекратим разговоры с друзьями, не станем суетиться и спешить. А как должны вести себя пешеходы на загородной дороге? Передвигаться пешие участники дорожного движения должны только по обочинам и только навстречу идущему транспорту. Так безопаснее. Переходить загородную дорогу необходимо в места, где она хорошо просматривается в обе стороны, по кратчайшему пути под прямым углом. Перед этим убедиться в отсутствии приближающегося автомобиля. Сначала посмотрим налево, а ближе к середине проезжей части – направо. Наиболее опасные дорожные ситуации возникают тогда, когда стоящие у обочины машины ограничивают обзор улицы. Они мешают пешеходу увидеть движущийся автомобиль, а водителю – вовремя заметить пешехода. Выходить на проезжую часть из-за стоящей машины ни в коем случае нельзя. Небезопасное место и остановки общественного транспорта. На остановках нельзя играть и бегать. Запрещено приближаться к автобусу или троллейбусу до тех пор, пока он не остановится. Во время поездки нужно держаться за поручни, чтобы не упасть, если транспорт резко остановится. Нельзя наваливаться на двери. При выходе не толпиться и не спешить. При переходе улицы нельзя обходить общественный транспорт ни спереди, ни сзади. Переходим только после того, как автобус или троллейбус проедут, и по пешеходным переходам. А если их вблизи не наблюдается, не забываем удостовериться, что ни слева, ни справа машин нет. Важно правильно вести себя и тогда, когда мы являемся пассажирами легкового автотранспорта. Дети до 12 лет во время поездки должны размещаться только на задних сиденьях автомобиля или на специальных детских сиденьях. Детям старше 12 лет, как и взрослым, необходимо пристегиваться ремнем безопасности. Во время движения нельзя высовываться в окно и отвлекать водителя. Практически у каждого ребенка есть велосипед. Однако не все дети знают, что это транспортное средство при неумелом обращении может быть опасным. Важно знать и помнить, что до 14 лет управлять велосипедом по проезжей части дорог запрещено. Если вам исполнилось 14 лет, двигаться на велосипеде можно не далее 1 метра от края проезжей части. Ездить можно только на исправном велосипеде, оборудованном свето-возвращающими элементами. Нельзя перевозить пассажиров, двигаться не держась за руль и не держа ноги на педалях. Велосипедист должен знать и соблюдать другие требования правил дорожного движения. И, конечно, не стоит забывать про фликеры. Много дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов происходит в темное время суток и в условиях плохой погоды. И это понятно, ведь водителю сложно заметить пешехода, одетого в темную одежду. Поэтому свето-возвращающие элементы и вставки в одежде или проще фликеры позволяют выделиться и обезопасить себя. Ребята, различные игры на проезжей части и вблизи ее очень опасны. Кататься на велосипедах, роликах, самокатах, лыжах, санках можно только в отведенных для этого местах. В парках, скверах, на стадионах или на тротуарах. Нельзя на проезжей части дорог и улиц. Это мешает движению транспорта. Кроме того, так можно попасть под машину. Вот, пожалуй, и все основные требования, соблюдая которые, вы, ребята, обезопасите себя и тех, кто находится рядом с вами, от неприятностей на улицах и дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте примером в этом для окружающих, в том числе и для взрослых. Счастливого и безопасного вам пути! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!